Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре около 10 тысяч многоквартирных домов. Их подготовку к новому отопительному сезону обсудили на совещании, которое провела глава города Елена Лапушкина. 50 тысяч рублей за езду без регистрации. Сотрудники госавтоинспекции проверили самарских таксистов. За выход в зональный этап соревновались сборные из железнодорожного, октябрьского, советского и кировского районов. В областной столице состоялся городской этап турнира «Лето с футбольным мячом». В Самарский регион с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Вместе с главой региона Вячеславом Федорищевым провели рабочую встречу и совещание, где обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе, обозначили приоритетные задачи. Среди них поддержка участников СВО и их семей, наращивание промышленных мощностей, развитие территорий муниципальных образований, решение экологических проблем, реализация кадрового потенциала. Самарская область особую роль играет и в Приволжском федеральном округе, и в целом в нашей стране. И большое очень внимание и значение имеет. И по всем практически показателям в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе входит, например, по промышленному производству второе место занимает. В этой связи и значение ее очень большое. И второе, что я хотел отметить, это люди, которые здесь живут, они всегда отличались активной жизненной позицией, заинтересованностью в развитии, в жизни, участием активно в общественных и политических процессах. А новый руководитель – это всегда определенные надежды, которые связываются. В этой связи очень правильно, на мой взгляд, то, что Вячеслав Андреевич и его команда делают, это в первую очередь изучает проблему, встречается с людьми. Очень много обращений людей связано именно с обращением стекло, с мусором. И здесь ряд решений мы уже приняли, а по некоторым мы сейчас в ближайшее время опубликуем новые меры, которые позволят нам жить более качественно в этом направлении. Конечно же, большой блок вопросов связан с дорогами, с дорожным хозяйством, с обновлением общественного транспорта. Здесь ряд решений мы уже приняли, но в комплексную программу социально-экономического развития в ближайшие пять лет мы погружаем системное обновление общественного транспорта, а также капитальный ремонт тех дорог, которые давно этого требовали. Подготовку жилого фонда Самары к отопительному сезону и промежуточные итоги реализации нацпроектов обсудили на совещании в мэрии. Его провела глава города Елена Лапушкина. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Подготовка к предстоящему отопительному сезону стала одной из главных тем на совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. В Самаре около 10 тысяч многоквартирных домов. Их обслуживают 193 управляющие компании. Говорили о дополнительных правилах проверки домов. В этом году специалистам предстоит осмотреть тепловые контуры как минимум в 50% жилого фонда. Мы подготовили единый чек-лист такого осмотра теплового контура МКД. Главы все на обратной связи. С каждым из них руководитель подразделения проработает. Чек-лист будет направлен, Елена Владимировна, через вас. Очень большой фонд, очень много вопросов. Там, где непосредственно требуется проведение контрольно-надзорных мероприятий, это мы берем на себя. Инспекторский состав на это ориентирован. Там непосредственно нужно осмотреть. Прошу к этой работе подключиться. Елена Лапушкина поручила главам районов назначить ответственных за осмотр тепловых контуров домов. Обращаюсь сейчас к главу внутригородских районов. Закрепляйте за домами людей. Это могут быть управляющими к району, но это могут быть и председатели ТОСа необходимы. Визуальный осмотр теплового контура у каждого дома. Все, что касается социальной сферы, как готовились, так и готовимся. И школы, и детские сады, и культура у нас, и спорта тоже на отдельном особом контроле. Также Елена Лапушкина отметила, что работа по модернизации теплосетей, которая активно ведется в городе, должна проходить в ранее согласованных графиках. Тепловые сети обновляют на 24 участках. Контроль должен проводиться ежедневно. До начала отопительного периода управляющие компании должны выполнить все работы, чтобы не допустить срыва процесса подключения. Это ремонт внутридомовых систем отопления, промывка и опрессовка тепловых систем. Паспорта готовности МКД размещаются в системе ГИС ЖКХ. Обсудили на совещании промежуточные итоги реализации нацпроектов. В текущем году Самар является исполнителем 10 проектов. Их реализацию оценивают по 44 показателям. На сегодня по 12 показателям достигнуты плановые значения. Среди них 5 социально значимых нацпроектов. Безопасные качественные дороги, жилье и городская среда, образование, здравоохранение и демография. Реализация последнего тесно связана с доступностью дошкольных учреждений. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в прошлом году он достиг 100%. Созданы места в разновозрастных группах. Это порядка 600 детей уже направлено. Кроме этого, группа кратковременного пребывания. Хочу обратить внимание, крутые ключи 5-й просек и Волгарь. Мы нашли возможность открыть там группы четырехчасовые, куда детей приводят только на образовательный процесс. Ближайшее распределение места в детских садах пройдет уже на этой неделе 2 августа. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Оценили работы на социально значимых для города объектах. Глава Сомары Елена Лапушкина провела выездное совещание с участием руководителей профильных ведомств и представителей подрядных организаций. Когда на улице Новосадовой возобновится движение трамваев? На какой стадии находится реконструкция кинотеатра «Россия»? И какие вопросы приходится решать при строительстве новой дороги, соединяющей две главные транспортные артерии города? Расскажем в нашем сюжете. Реконструкция трамвайных путей на улице Новосадовой на участке от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной вышла на завершающую стадию. Под путями оборудована ливневая канализация, полностью заменена контактная сеть. Новые рельсы уже уложены на всех 12 переездах. Монтаж на остальных участках продолжается. По словам подрядчика, к 1 сентября движение трамваев по Новосадовой будет восстановлено. На время ремонта по улице Новосадовой запущен автобусный маршрут. График его движения установлен, исходя из потребностей населения. Мы вместе с перевозчиками отработали следующую схему, чтобы в пиковую нагрузку в будние дни интервал был примерно 5-7 минут, но в остальные, не пиковое время, где-то интервал 12-15 минут. Соответственно, в утреннее и вечернее время, когда идет максимальный вывоз наших пассажиров, мы стараемся интервал соблюдать. По словам главы города Елены Лапушкиной, на следующий год ремонт трамвайных путей продолжится. В следующем году мы продолжим эти ремонтные работы уже на втором этапе, потому что, конечно, это такая важнейшая для города транспортная сеть, которая перевозит достаточно серьезное количество пассажиров, и она должна быть, эта сеть, безопасна. Продолжается строительство дороги по улице 22-го портсъезда между Московским шоссе и улицей Новосадовой. Уже просматриваются очертания будущей трассы. Завершаются последние работы на коммуникациях. У нас сейчас, в принципе, сети переложены на 95%. Нам нужно сейчас закончить, мы сейчас подойдем, там монолитную камеру сделать УТ-1 и завести уже горячую воду дальше, где она уходит за пределы нашего участка, границы нашей работы. Тем временем, на 22-го портсъезда на участке от Новосадовой до Солнечной решается вопрос об устройстве тротуара. Из-за близкого залегания тепловой камеры с учетом техники безопасности пешеходную зону из проекта убрали. Не все жители близлежащих домов согласны с таким решением. Альтернативный вариант с учетом интересов горожан будет найден, пообещала глава Самары Елена Лапушкина. Я знаю, что у нас есть жалобы. Люди думают, что это тротуар. Уложена такая ромбовая сетка, но, по большому счету, в проектном решении сам по себе тротуар не предусмотрен, поскольку там достаточно серьезная тепловая камера. Но в любом случае, я понимаю, нелогичность такого проектного решения. И, конечно, найдем, как этот тротуар продолжить и сделать его удобным для передвижения. Преображается бульвар по улице Чернореченской. Его обновление стало возможным благодаря двум нацпроектам – «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день рабочие приступили к оформлению бульвара. Идет укладка нового покрытия на дороге, завершена перекладка сетей – газ, электричество, водо-теплоснабжение. Это впервые в городе такое произошло, что мы проект по комфортной городской среде одновременно проходим с заменой труб. Тем более, что на бульваре Чернореченской качество водоснабжения, качество канализации было очень низким. Постоянно шли аварийные ситуации. И, конечно, некоторые неудобства жителям это доставило, но сейчас трубы полностью переложены. На финишной прямой и работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия». В здании полностью завершена черновая отделка. В первом блоке мы приступаем на следующей неделе к чистовой уже отделке первого и второго этажа. За две недели заканчиваем. К 11 числу, к дню строителя, первый блок будет готов. В зрительном зале проведен свет и звук. Смонтирована механика сцены. На сентябрь запланирован монтаж кресел. До этого – работы по декоративному оформлению зала. После завершения реконструкции в здании будет базироваться молодежный театр «Мастерская». Галина Топилина, Константин Головин. События. На южном проезде к началу текущей недели уложено около 3000 квадратных метров нового покрытия. Ремонт продолжается. Работы ведутся на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробности в нашем сюжете. От улицы Авроры до Измайловского переулка обновляют южный проезд. Это один из дорожных объектов, которым были недовольны жители Самары. Участок протяженный – 2 километра. Но использовали его в основном только для парковки и подъезда к жилым домам. Сквозной проезд был затруднен из-за состояния объекта. Это мешало не только жителям окрестных домов, но и представителям бизнеса. Александр Сосновский работает в автосервисе на южном проезде. Рассказывает, что доехать до сервиса было трудно, особенно в зимнее время. Заезжают, разбиваются об ямы, которые здесь раньше были, об колодцы. Но еще зависит от водителя, как он ездит бывает. Некоторые просто не замечают эти ямы, летят по этим ямам. Поэтому ходовая разбивается. Пробуем, мы хотим дорогу, чтобы мы спокойно было ездить, не переживая, что колодцы будут разбиты или какая-то дырка будет в дороге. Ситуация на южном проезде уже меняется, благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К началу текущей недели дорогу обновили на площади 3000 квадратных метров. Работы продолжаются. Их контролируют на всех этапах. На данный момент производим работы по замене верхних условий покрытия. На тех участках, где не требуется замена основания. А если пройти дальше, то на тех участках, там дороги так таковой не было. И поэтому там требуется замена основания. У нас основания зависят от того, ездят ли по дорогам общего пользования. Троллейбусы, автобусы на данной улице такая техника не ходит. То бишь здесь 53 сантиметра вполне хорошо. 53 сантиметра – такой будет общая толщина дорожного пирога на грунтовых участках и локациях с твердым покрытием, где оно разрушилось, а основание проезжей части ослабло. Оно укрепляется послойной конструкцией из песка, щебня и крупнозернистого асфальта. Затем укладывают финишное покрытие. На локациях, где нужно усилить основание, финальное покрытие устроят позже, после обязательных предшествующих этапов работ. Причем финишный слой будет еще более прочным и смеси последнего поколения. Гарантия на новое покрытие – 5 лет. Надеюсь, что дорога прослужит очень долго. Тем более, учитывая тот небольшой трафик, который есть по южному шоссе, поэтому надеемся, что асфальт простоит как минимум 6-7 лет. Напомню, что старту работ могли помешать своевольные постройки. Их заранее убрали при содействии районной власти. Работе техники также мешали деревянные опоры и электросети. Их частично перенесли и заменили. Эти работы продолжаются. Кроме того, в ходе земляных работ были выявлены вырезки в трубопроводы. Профильный департамент решает, что с ними делать. В любом случае, в соответствии с муниципальным контрактом, подрядчику необходимо справиться с ремонтом южного проезда до конца этого лета. На все вопросы, поступающие от горожан, подрядчик старается реагировать оперативно. Местные жители обеспокоены, что дорога станет шире и трафик осложнится. Чтобы дать необходимые разъяснения, 30 июля представители департаментов транспорта и городского хозяйства проведут встречу с жителями. Дорога должна соответствовать всем нормативным требованиям, поэтому ширина проезжей части составит 6,5 метров. Помимо этого, есть необходимость в обустройстве обочин. Эти намерения и другие вопросы обсудят на встрече. Елизавета Прокопенкова, Августина Охременко, Григорий Плешаков, Валерий Майоров. События. Примерно 190 тысяч человек по всей стране подписали контракт о прохождении военной службы с начала этого года. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомню, в регионе по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч рублей до миллиона. Ну, во-первых, много там моих братьев, родных, близких. Это наша Родина. Если кто-то там будет другой стоять, угроза будет нашим мирным жителям. Надо защитить наших родных, близких. Ну и вообще, как бы, уже устал смотреть, как бы, ну, что долго затянулась эта война. Надо помочь, всем встать. Как бы, есть вера в президенты, говорит, победим, значит, победим. Сотрудники госавтоинспекции проверили водителей такси. Напомню, всех, кто работает без разрешения и необходимых документов, ожидает штраф 50 тысяч рублей. В рейд с правоохранителями отправилась наша съемочная группа. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Водительское удостоверение установленного образца, путевой лист и страховой полис. То, что необходимо таксисту для работы. За отсутствие документов водители ждет протокол об административном правонарушении, штраф в размере 50 тысяч рублей и помещение автомобиля на спецстоянку. По данным госавтоинспекции, за текущий год было выявлено около 80 правонарушений, связанных с незаконной перевозкой пассажиров. Из них 23 водителя работали без государственной регистрации. На территории Самарской области действует постановление губернатора Самарской области, которое вводит запрет на осуществление деятельности иностранным гражданам. Несмотря на вступление в законную силу губернатора Самарской области о запрете иностранным гражданам заниматься деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, данные нарушения сотрудниками госавтоинспекции продолжают выявляться. В целях предупреждения ДТП с участием таксистов сотрудники госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд. У водителей проверяли наличие необходимых документов для осуществления пассажирских перевозок. Если раньше услуги нелегальных таксистов были немного дешевле, но риски всегда были большие, то сейчас с изменением условий на рынке оказания услуг такси, с появлением новых цифровых технологий, распространенностью приложений, цены уже выровнялись и остались только риски при пользовании нелегальными услугами таксистов. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, если пассажир попадает в ДТП, находясь в нелегальном такси, то он не может рассчитывать на получение компенсации. В этом случае пассажир просто попутчик, а не пользователь платной услуги. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиона человек в год умирают от гепатита. Одну из форм заболевания называют ласковым убийцей. Осложнения от этого недуга могут привести к онкологии. Как сегодня диагностируют болезнь, какие меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы не заразиться, и кто чаще подвержен риску заражения. Расскажет Полина Чулякова. Этот прибор помогает медикам за короткий срок определить выраженность фиброза печени без прокола и операции. Метод определения называется транзиентная эластометрия. Риск развития цирроза и рака печени возникает в результате исхода хронических вирусных гепатитов, в том числе гепатитов В и С. Такую скрининговую процедуру делают всем людям, у которых есть проблемы с печенью. Данный прибор позволяет нам не только выявлять при первом обращении выраженность фиброза печени, но и в результате проводимого лечения оценивать динамику состояния фиброза и менять назначение, что очень ценно и позволяет быстро и оперативно принимать решения по дальнейшему лечению. Гепатит – это собирательное понятие воспалительного процесса в печени, который может возникать не только из-за вирусов гепатита, но и воздействия токсических факторов, таких как употребление алкоголя, прием лекарств или работы на вредном производстве. Заразиться этой болезнью человек может по-разному. А если мы будем говорить про гепатит А и Е, например, это так называемый фекально-оральный механизм передачи, то есть вирус попадает к нам с грязными руками, с какой-то водой, из источников сомнительных, с немытыми овощами, фруктами. Гепатиты В, С и Д – это через кожный механизм заражения, они могут попасть к нам с кровью, половым путем, могут передаваться от матери плоду во время беременности. Это основное их отличие. Сегодня можно защититься почти от любого вида гепатита. Вакцинироваться можно от гепатита А. От гепатита В прививку делают детям еще в роддоме. Особенностью этой прививки является то, что она также защищает от самого тяжелого вида болезни – гепатита Д. В связи с особенностями гепатита С прививки от него нет. Но чтобы не заразиться им, стоит соблюдать меры профилактики. Например, ходить на косметологические процедуры в проверенные салоны, использовать барьерные методы контрацепции и не забывать о диспансеризации. У нас преобладают люди трудоспособного возраста, сейчас болеющие хроническими вирусными гепатитами, и с небольшим перевесом лидируют мужчины. Наиболее распространенным вирусным гепатитом, если мы будем говорить про хронический, это хронический вирусный гепатит С, для лечения которого сейчас существуют препараты, высокоэффективные. От хронического вирусного гепатита человек может вылечиться за 8-12 недель. Медики советуют в случае боли в области печени и общего недомогания не заниматься самодиагностикой, а незамедлительно обратиться к специалистам. Полина Чулякова, Григорий Плешаков, События. Скорость, техника и командный дух. В Самаре прошел городской этап турнира «Лето с футбольным мячом». В нем приняли участие дети в возрасте от 9 до 14 лет. Победители боролись за выход в зональный этап турнира. Кто прошел дальше и чем еще запомнится «Лето с футбольным мячом», узнала Полина Чулякова. Футбольная команда Октябрьского района – серебряные призеры городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом» среди мальчиков 9-11 лет. Тренер Юрий Хаустов рассказывает, его команда первый раз вышла с районного этапа на городской уровень. «Благодаря сыгранности и желанию ребят. В прошлом году чуть-чуть расклеились, поэтому и проиграли. А сейчас, видите, они готовы порвать все». В этот раз юные футболисты обыграли команду из Советского района с разгромным счетом 5-0. Но в финале уступили ребятам из Железнодорожного. «Не на каждом районе, как скажем, можно найти пяти футболистов, которые будут отдавать точную передачу. Абсолютно каждый ошибается на поле, это нормально. Самое главное их просто потом проверить и понять, что ты сделаешь не так, и в следующий раз не допустить этого». В рамках турнира в городе и области появляется все больше площадок для проведения матчей. Кроме того, в турнире «Лето с футбольным мячом» принимают участие команды и из пришкольных и оздоровительных лагерей. Также проходят 4 конкурса. Рисунков, фристайла, эссе и фотоконкурс лучшего болельщика. «За 16 лет «Лето с футбольным мячом» стало для многих семейным праздником. То есть кто-то вырос, мальчишки, девчонки, а теперь своих детей приводят и становятся игроками». Для участников турнира прошел мастер-класс от ветеранов спорта. Ребятам показали финты, удар по воротам и правильную работу с мячом. «Это та площадка, на которой появляется очень много мальчишек и девчонок, которые в дальнейшем, я надеюсь, будут заниматься футболом и полюбят футбол на всю жизнь». В завершении турнира состоялась церемония награждения. «Состязались вместе за звание лучших. Приятно, что у нас здесь не только мальчишки, но и девчонки, красавицы, футболистки. Поэтому мы гордимся каждым из вас». Победителями турнира среди мальчиков 9-11 лет стала команда железнодорожного района среди девочек – Октябрьского. А в возрастной категории 12-14 лет победу одержала команда мальчиков также из железнодорожного района, а среди девочек – из Кировского. Теперь их ждут игры на зональном этапе турнира. Лучшие команды областных соревнований примут участие в профильной смене центра для одаренных детей и представят регион на всероссийском уровне. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. На госуслугах можно оформить полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку за один день. Полис будет в телефоне, его можно предъявить по требованию или посмотреть номер. Если понадобится, можно скачать. На портале государственных услуг можно получить полис впервые, изменить регион страхования или страховую компанию, приостановить или возобновить действия полиса для военнослужащих по контракту и приравненных к ним, посмотреть и поменять прикрепление к поликлинике, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Самарской области семьям с детьми предоставляется 38 мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Это различные выплаты, пособия, компенсация, материнские капиталы, семейная ипотека, льготы на проезд и питание детей, льготы при оплате ЖКУ. Количество мер поддержки многодетных семей в России будет увеличиваться, чтобы большая семья стала нормой для страны. Какие льготы действуют и как их оформить, смотрите в телеграм-канале Советского района. Материнский капитал является самой популярной и известной программой национального проекта «Демография». Женщины могут получить средства на первенца, родившегося или усыновленного, с 1 января 2020 года и позже, а также на второго ребенка, появившегося на свет или усыновленного, с 1 января 2007 года. Мужчина также имеет право получить сертификат на маткапитал, если он единственный родитель или усыновитель приемного ребенка. Сертификат на материнский капитал выдается по факту рождения ребенка. В случае, если в личном кабинете на портале госуслуги его нет, надо обратиться в социальный фонд России, напоминает телеграм-канал промышленного района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин